Надежда на продолжение жизни. В перинатальном центре Йошкар-Лы после реконструкции открылось отделение реанимации и первое отделение патологии новорожденных детей. Дату открытия этих очень важных отделений роддома к 8 марта специально не подгадывали, но и символизм события тоже не отрицают. Главное, говорят врачи, теперь есть все возможности сохранить жизни детей, родившихся намного раньше планируемого срока. Первое отделение патологии новорожденных уже не пустует. Как только здесь закончился ремонт, установили оборудование, сюда вернулись маленькие пациенты. Они в силу возраста не могут оценить разницу своего пребывания, как и малыши по соседству, что в новой детской реанимации. Первый ремонт проведен, это более современные условия. Это возможность соблюдения температурного режима, потому что полы у нас с подогревом, и пластиковые окна, они тоже позволяют сэкономить, сохранить тепло, потому что температура наших пола должна быть в пределах 26 градусов. В общем-то это позволяет меньше тратить энергии любому ребенку новорожденному на согревание своего тела, так будем говорить. И мы будем надеяться, что эту энергию он будет тратить на рост и развитие. В отделении интенсивной терапии 80% недоношенные крохи. Это дети, рожденные на 22 неделе беременности. На таком сроке вес малыша колеблется в районе 500 граммов, поэтому после внутриутробного развития малыш попадает в кувес. Это техническая наседка для ребенка. Здесь поддерживается температура, влажность и уровень кислорода. Также периодически измеряется вес малыша. Отделение интенсивной терапии рассчитано на 10 мест. Сейчас под круглосуточным наблюдением врачей 6 малышей. Всего же в наличии центра 22 инкубатора. У нас в данном отделении есть практически все необходимое для выхаживания недоношенных детей. Есть и необходимое медицинское оборудование, есть достаточное количество расходных материалов, которые у нас в данном отделении только одноразовые. Ну и, соответственно, персонал у нас грамотный и умеет пользоваться, и умеет работать на этом высокотехнологичном медицинском оборудовании. Из 23 миллионов рублей, вложенных в оборудование, 8 миллионов стоит лишь один цифровой рентген, представляющий собой целый компьютер. Помимо высококачественных снимков, позволяющих изучать проблемы с органами дыхания малышей, патологии костных тканей, главная уникальность рентгена состоит в том, что его можно использовать в общих палатах, то есть рядом с другими детьми. В России всего два таких аппарата, причем второй у нас. Кому работать именно на нем, вопрос не стоит. На сегодняшний день перинатальному центру не хватает медсестер, врачей и санитарок, а также рабочих площадей. В прошлом году мы приняли 6751 родов в стенах нашего перинатального центра, который в принципе на это количество родов уже не рассчитан. Сейчас наше правительство, наши республики принимают определенные меры для того, чтобы решить финансовый вопрос, потому что вопрос очень дорогой, строительство нового перинатального центра примерно ориентировочно стоит в 2 миллиарда рублей. Ссылаясь на европейские стандарты, мам больше всего волнуют, когда они смогут находиться круглосуточно с детьми. Врачи нас заверили. В этом году по программе «Мать и дитя» будет открыто отделение второго этапа выхаживания. Две палаты на четыре койки. Причем ни о каких сервисных услугах, то есть платных, речи не ведется. Из ближайших нововведений – проведение перинатального скрининга на 10-12 неделях беременности для выявления патологии у будущего ребенка. На эти цели выделяется 15 миллионов рублей. Это федеральные деньги и 4 миллиона со стороны республики. Они пойдут на ремонт отделения перинатальной диагностики и закупку дополнительного оборудования. Но по словам врачей, важный кирпичик здоровья своих детей закладывают родители, готовясь к появлению малышей заранее. Неумолимая статистика – 80% недоношенных детей рождается у курящих матерей. Субтитры создавал DimaTorzok